вот это видео будет немножко вне формата моего канала меня в основном знают все что я занимаюсь покраской без покраска рихтовкой полировка там ночью всяко но это будет немножко другое давайте посмотрим а чем красота вот он снежок идет у нас зима но это сегодня в лучшем случае завтра у нас зима больше чем на день но на два не бывает а красиво вот снежок идет просто красота займемся реставрацией коней раз в 10 лет это делаю у товарища лошадки есть аттракцион вот мы их приводим порядок чтобы детки катались и радовались вот немножко решили заняться коневодством это лошадки из парка естественно раз там 7-10 лет их приходится немножко приводить чувство где-то подшпаклевать где-то там какие-то трещинки где-то там что-то покоробилось ну и так далее и вот приводим их чувство вот такой момент вот они на таких вот стоят железяках мало того что карусель крутится они еще вот так катаются на этих железках то есть столкнулись чем чтобы снять эту лошадь тут все просто вот диаметром 40 миллиметров штырь простой не конусный и здесь у нас вот она труба соответственно и все это так джорджавела что снять не приходится возможным вот этот штырь торчит отсюда вот болтом подконтривается но если с болтом еще как-то можно снять открутить то вот отсюда они не хотят сниматься там за 5 7 10 лет там все закоксовалась и и даже вот так вокруг своей оси не провернешь что делать как всегда в таких вот неприятных случаях нас выручает микроша вот они тут разные насадки ну допустим когда нам надо прогреть какую-то трубу допустим вот такую мы ее одеваем так соответственно диаметр тут диаметры всякие разные по всю там или болты галичку вот у нас есть то что можно одеть сюда прогреть ну как мы оденем это все сюда как это одеть сюда если нам это надо снимать а вот для этого есть другой вариант для этого есть вот такой вот гибкий шнурик то же самое мы уберем ну сейчас мы будем снимем мы его берем обматываем такую же спиральку делаем подключаем и вот здесь прогреваем ну а теперь приступим уже непосредственно болтик вот такой вот нам его надо выкрутить пробуем выкручивать с хрустом да но сейчас мы этот болтик возьмем чуть прогреем что мы будем делать вот такой вот индуктор мы надеваем жесткий вот так вот он заходит сейчас будем прогревать вот это вот у нас просто водичка брызнем и таким же ключом попытаемся открутить все поехали нажимаем кнопочку и считаем раз два три 4 5 вышел зайчик погулять прогрелась еще разок еще раз побрызгаем а теперь попробуем открутить вот такое чудо этот микроша все целое ни грани ни резьбы ничего не сорвали ничего не лопнуло то есть ребята если вот такие вещи есть если вас микроша вы ничего не сломаете ничего не поломаете и все откручивается на нас это раз теперь нам надо вот это дело пролеть уже вот так вот вот такого вот фасона индуктор мы сюда не оденем потому что он снимается наверх здесь как раз у нас и ход пойдет другой индуктор который гибкий как шнурочек этот пока что снимали стыл холодный вот я руками держусь вот закапаем немножко водички чтобы она туда прошла стоит наверху там вообще мы видим капля стоит она даже туда не просачивается лошадь сама шевелиться это сочленение не как ну ничего будем пробовать наматываем вот этим маленьким микрошей так такую трубу тяжелее вот такие вещи на ура собственно до этого он создан попробуем я думаю что у нас все получится поехали водичка даже она туда не просачивается 20 секунд когда будет минута скажешь вот вода так и стоит даже не просачивается туда то есть тут все у нас закоксовалась и не хочет не откручиваться ничего вот сколько на на секунд 30-40 прошло начинает и дынуть труба начинает греться опять же прогреваем мы только вот эту трубу вот этот 4 он особо не прогревается и здесь все будет целое ничего не погорит не поплавится это большое преимущество в данном случае начинает краска коробится трубе то есть уже можно было пирометром померить сколько сколько минут 20 опять поехали включаем прибор или водичка начинает потихоньку испаряться идет правда минута будет скажешь водичка уже высохла померяем температуру километра 180 190 195 минуту прошло 203 теперь мы берем чуть-чуть польем опять наливаем чуть-чуть водички чтоб она там жалченко у нас наша полдуха проспенилась и опять включаем чуть надо подправить петельки ага ну и вот здесь чуть ниже потом температуру заверишь когда минута будет о 200 207 наверно хванишь на руку подай но опять же все вокруг поснимать все целое греется только вот эта труба и уже я так смотрю 318 верху нифига себе и пробуем снять но по себе отлично и вот она наша лошадь и вот она наша труба там столько всякой ржавчины только всякой бекки вот такая вот микроша и вот такие она чудеса творит хрен бы мы ее тут сняли мы тут лошадь раздолбали и такую трубу вот я показываю для сравнения руки не кувалдочкой не молотком постучать это все фигня ребята вот тоже самое как вот такой горелочкой все бы вот как на этой лошади показываю все тут спалили выжать баллон может не один и хрен бы чё сделали уже вот это проверено на таких вещах микроша просто незаменимая это я не в качестве похвальбы и не в качестве рекламы да там считаете хотите реклама хотите нет почему потому что это работает и работает быстро и эффективно сейчас все это остынет и все хорошо микроша на ура справляется с такими вопросами вот мы лошадку протираем от пыли потому что она вот такая некрасивая после перетирки но это все приблизительно сейчас мы это все будем обезжирка тряпочка разница видно да пройдемся потом продуемся еще и будем все это грунтовать все это протирает вытирает потом еще это все продуем салфеточкой липкой пройдемся обязательно и будем грунтовать и опять же и потом когда высохнет будем с проявочкой все это дело перетирать вторая лошадка умывается обезжирочка уже она такая выкупанная получается но опять же повторюсь это для начала хотя бы так сказать пристреляться поэтому загрунтуем а там дальше будет видно надо под шпаклюем надо подотрем надо там чё надо будем делать торжественный момент наши лошади на постаменте грунт у нас будет вот такой по-русски дуня модная красивая тряпочка обеспыливаем обдуваем вот грунт развели все готово он прореагировал вымешан вот такая у нас температура на улице холодно в гараже тепло обезжирили обеспылили на поверхности лошадок температура 20 градусов 19 до ну в принципе нормально грубо 20 градусов вот будем сейчас грунтовать первый слой будет укрывочный а дальше потом уже будем когда межслойка пройдет наливать погуще сейчас процедим это дело и будем наносить пистолет дюза полторашка у нас поэтому первое слой укрывочный так сказать припыл у нас вот два слоя как раз все косяки видны стали но допустим вот это они вот это можно закапать вот это надо будет по шпаклевать ну и так далее и тому подобное сейчас все прекрасно хорошо видно есть тут так где что не так где что-то пропущено где что-то надо доработать как вот допустим вот я всегда так чуть-чуть оставляю грунтовочки беру кисточку и вперед и вот так допустим берем и прокапываем и здесь тоже берем макаем смотрим где чего не так а вот такие вот мелочи где-то их можно поправить час а потом грунт довольно таки легко счищается сейчас вечер до утра это все подсохнет поэтому когда перешкурится будет уже более-менее все аккуратно и хорошо вот такими вот мазками штришками вот просела подсохла опять закапал где-то выйдет где-то не выйдет в ноль я имею ввиду ничего страшного это еще все будет переделываться это как бы первый этап на грубу и теперь уже будет все это приводится плавно в порядок под выводим понятно что вот это вот надо будет подшпаклевать или какие-то зоны ремонта уже как бы перетрутся все будет нормально а сейчас еще какие-то маленькие огрехи можно вот так кисточкой избили чачьего хвостика под залить и они уйдут либо станут гораздо меньше уже раскрашивает коника а вот он уже раскрашенный красиво нарядно вот они лошадки уже покрашены уже даже подсохли такие красивые нарядные смалился дядечка поехали на ремонт купание лошадей керхером тонкие трещины стыки зашпаклевывать их смысла нет вот таким образом напитываем клеем потихонечку даю ему время высохнуть потом намазать еще раз и струбцинками зажать и пусть сохнет так вот это сейчас все выглядит струбцинки в общем идет вход все что есть в наличии повторить что-нибудь похоже делаем на какие трафареты из того что под руками вот элементарно берем на обводили и все уже можно порезать трафаретик и что-то вот такое вот наподобие так легко и просто буквально там за 10-15 минут можно наделать из подручных средств разнообразных трафаретов которые уже разнообразят работу вот сейчас этих очередную пару лошадей миша будет раскрашивать как под хохлому или под что под жиль михаил у нас художник в отличие от меня я художник от слова худо а он художник от слова нарисовать ссылочка там внизу будет под видео на инстаграм миша там очень много красивых работ работой красота какая лошади яркие получатся красивые красота какая лошадь спасибо спасибо я Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Простой пример того, что, допустим, лошадки, что они там по кругу располагаются... Та часть, которая внутри, в тени находится, они меньше страдают. То, что находится на солнышке... Внешняя часть лошадок, как правило, больше на ней дефекты. Вообще, уже там на некоторых лошадках просто-напросто, там по 5-7 слоев разных красок, разных годов, веков, наверное, тоже. Приходится все это снимать, счищать. Абразивом счищать это, конечно, очень сложно, тяжело. И расход материалов будет огромный. Поэтому применялась кислота, в смысле смывка краски. Потом все это вычищалось, защищалось абразивом. Ну и потом все это потихоньку, полегоньку выводилось. Посмотрим, вот, очередной конь. Субтитры сделал DimaTorzok